Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В этом мастер-классе я покажу вам, как сделать браслет в стиле Оскар из бисера. Также на моем канале есть мастер-класс по изготовлению сережек Оскар. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Для того, чтобы сделать браслет, нам понадобится Чешский бисер 10 размера, количество зависит от обхвата запястья. Я делала на руку 16 см и мне понадобилось 25 г. 2 пина с гвоздиком длиной 5 см, 2 бусины 4 мм, шелковая нитка под цвет бисера, отрезки фетра. Я взяла 10 см длиной и 1,5 см ширину, но в процессе мне пришлось добавить еще 3,5 см. 2 соединительных колечка по 5 мм и застежка. Из инструментов понадобятся ножницы, круглогубцы, кусачки, плоскогубцы, иголки. Я взяла одну обычную и одну длинную, ею легче работать, когда будем делать основную часть браслета и зажигалка. Отрезок лески длиной примерно 2,5 м вдеваем в иглу и набираем 5 бисерин. Спускаем их вниз. Замыкаем в кольцо, завязав основную нить с концом на 3 узелка. Замыкаем в кольцо, завязав hiddenся в угол collection. Отрезаем короткий конец и оставшиеся подпаливаем зажигалкой. Проходим в ближайшую бисерину. И начинаем плести второй ряд. Набираем две бисерины и проходим в ту бисерину, из которой выходит нить и в одну следующую. Снова набираем две бисерины, проходим в ту, из которой вышли и в следующую. Так делаем до конца по кругу. Над оставшимися тремя бисеринами добавляем по две. И как завершили ряд, проходим по всем бисеринам второго ряда. Всего должно получиться 10 бисерин. Проходим в них. И в конце, чтобы замкнуть в круг, проходим в одну следующую. Приступаем к третьему ряду. Набираем одну бисерину, проходим в ту, из которой только что вышли и в одну следующую. Затем набираем две бисерины, проходим в ту, из которой вышли и в одну следующую. Снова набираем одну, проходим в ту, из которой вышли и в одну следующую. И опять набираем две, проходим в ту, из которой вышли и в одну следующую. То есть, в этом ряду мы чередуем одну и две бисерины. Делаем так по кругу до конца. Делаем так по кругу до конца. И проходим по всем добавленным бисеринам. Всего должно получиться 15 бисерин. И в конце, чтобы замкнуть в круг, проходим в еще одну следующую. Переходим к следующему ряду. Два раза добавляем по одной бисерине. И один раз добавляем две бисерины. Снова два раза добавляем по одной. И один раз две. Так по кругу до конца. Два раза добавляем по конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как завершили ряд, проходим по всем добавленным бисеринам. Всего должно быть 20 бисерин. Субтитры создавал DimaTorzok И в конце замыкаем кольцо, пройдя в еще одну следующую. В следующем ряду нам нужно 3 раза добавить по одной. И один раз добавляем две. Снова 3 раза по одной. И один раз две. Так по кругу до конца. Субтитры создавал DimaTorzok И в конце также проходим во все добавленные бисерины. Всего в этом ряду должно быть 25 бисерин. Субтитры создавал DimaTorzok Далее с 6 по 10 ряд мы добавляем все время по одной бисерине. То есть в следующих 5 рядах у нас должно быть по 25 бисерин. В конце каждого ряда не забываем проходить по всем добавленным бисеринам. Субтитры создавал DimaTorzok Далее субтитры создавал DimaTorzok Далее субтитры создавал DimaTorzok Плетем так еще 4 ряда. Далее субтитры создавал DimaTorzok Далее субтитры создавал DimaTorzok Далее субтитры создал DimaTorzok Теперь берем два отрезка фетра и для надежности подпаливаем их так же как показано на видео. Субтитры подогнал «Симон» 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 Теперь, чтобы нить вытянулась полностью Придерживаем пальцами самую последнюю бисерину И тянем за нитку Затем отступаем от предыдущей нити пару миллиметров И проходим фетр сверху вниз Субтитры подогнал «Симон» Снова набираем такое же количество бисерин И сравниваем с предыдущей нитью Они должны быть одинаковы по длине Если новая нить длиннее, то убираем лишние бисерины Если короче, то добавляем Также проходим фетр, отступив от предыдущей нити пару миллиметров по направлению снизу вверх. И проходим во все бисерины в обратную сторону. Субтитры создавал DimaTorzok И затем проходим в то же место, с которого начинали вторую нить в том же направлении. Чтобы вытянуть нить полностью, также придерживая за последнюю бисерину, тянем нить. Снова отступаем пару миллиметров, проходим фетр снизу вверх. И снова набираем нужное количество бисера. Сравниваем с предыдущей нитью. Если все в порядке, проходим фетр напротив сверху вниз, отступив пару миллиметров от предыдущей нити. И проходим во все добавленные бисерины в обратную сторону. Субтитры создавал DimaTorzok И проходим фетр в том же направлении, как выходит нить здесь. Придерживая за самую последнюю бисерину, вытягиваем нить. Отступаем пару миллиметров, проходим фетр и продолжаем. Всего должно быть 20 нитей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После того, как сделали, подрезаем фетр так, как показано на видео. Это нужно для того, чтобы шапочка полностью заполнилась фетром. Я дополнительно добавила еще кусочек фетра длиной 3,5 см и шириной 1,5 см, чтобы концы браслета не были слишком мягкими и держали форму. Затем прошиваем, проходя иглой насквозь много раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь берем пин, нанизываем на него бусину и помещаем в шапочку. Затем берем нить с фетровой части и проходим также в шапочку, выводя нить так же, как вы вели пин. И помещаем фетр в шапочку. Можно затолкнуть его посильнее с помощью плоскогубцев. Вдеваем нить от шапочки в углу и начинаем сшивать. Проходим под шапочку фетр и выводим углу между следующими двумя бисеринами. То есть прошиваем так, чтобы нить сложилась между бисеринами. Снова проходим под фетр и выводим нить между следующими двумя бисеринами. Прошиваем так по кругу до конца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как прошили, проходим по всем бисеринам нижнего ряда пару раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И теперь закрепляем нить. Выводим нить где-нибудь сверху. Проходим несколько раз насквозь. Делаем узелок, для этого проходим под нить и один раз проходим в петлю. Затягиваем и снова несколько раз проходим насквозь. И делаем еще один или два таких же узелка. Субтитры создавал DimaTorzok Отрезаем нить. Затем закрепляем нить от фетра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И отрезаем ее. Субтитры создавал DimaTorzok Точно так же делаем со вторым концом. Вот так в итоге должно получиться. Теперь нам остается сделать застежку. Загибаем плоскогубцами пин в сторону. Кусачками убираем лишнее, оставляя чуть больше полсантиметра. Круглогубцами закручиваем. Точно так же делаем с другого конца. Загибаем плоскогубцами. Теперь берем соединительное колечко. Разжимаем его, берем часть застежки и помещаем на колечко. Все это помещаем на один из концов браслета и сжимаем колечко. Точно так же и с другого конца. Загибаем плоскогубцами. И наш браслет полностью готов. Я надеюсь, что вам понравился данный мастер-класс и все было понятно. Если это так, ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр!